Дискуссия – это дело хорошее, но просто как бы... Закруглились. Да, то есть я расскажу, а потом уже как бы вопросы. Давайте так лучше сделаем. И могут вопросы возникать по ходу, ответы на которые будут дальше. Я надо уйду тогда, чтобы не принять. Не, не, почему? Я не проезжаю. Это самое, просто как бы для того, чтобы немножко нам нагнать в резинку. Ну, собственно, меня Юрий зовут, я представлюсь, технический тренер и демонстратор оборудования компании Интерскол. Расскажу для вас сегодня информацию, посвященную аккумуляторному инструменту Интерскол, УШМ Интерскол и некоторые новые инструменты, которые появляются в нашей программе. Соответственно, ну вы уже слышали, что компания Интерскол с 91 года существует на рынке, и, соответственно, в этом году нам уже исполнилось 31 год. В настоящее время компания уверенно смотрит в будущее. И, в общем-то, основные векторы развития, как у многих современных компаний, это, естественно, аккумуляторные инструменты. И в настоящее время аккумуляторная платформа Интерскол включает в себя порядка 35 моделей. А так как они могут продаваться в разных комплектациях и обозначаются разными артикулами, то всего там позиций получается больше 70. И еще одна интересная технология, которую Интерскол, собственно, использует и активно продвигает, это технология PST, то есть это электронная система поддержки жизненного цикла инструмента. Эта технология подразумевает то, что, собственно, на каждом инструменте есть такая электронная метка со значком Wi-Fi, и, соответственно, электронная метка позволяет быстро перенести информацию с самого инструмента в специальное приложение, которое можно скачать в интернете и установить на свой смартфон. И это действие, оно, собственно, необходимо для того, чтобы покупатель, приобретая инструменты Интерскол, имел возможность иметь в электронном виде гарантийный талон полную информацию о приобретенном инструменте. А также самое главное, это то, что эта технология позволяет, если человек регистрирует свое приобретение, то, соответственно, гарантия, стандартная двухлетняя гарантия расширяется для пользователя до трех лет. Это несложное действие, приложение скачивается, устанавливается и, соответственно, много времени не занимает. Соответственно, подробно, как это все сделать, расскажет мой коллега, соответственно, Василий Нагорный в следующей своей презентации. А для продавцов эта же самая технология МСТ подразумевает то, что вы можете зарабатывать при продаже инструментов Интерскол определенный бонус. То есть за каждый проданный инструмент начисляется стандартный бонус в размере 100 рублей и за некоторые позиции, которые постоянно у нас меняются, промотируются, этот бонус может доходить до даже 1000 рублей. То есть таким образом продавец, если он активно занимается продажами инструментов Интерскол, может себе спокойно заработать вторую зарплату, а может быть даже и больше. Потому что есть у нас такие активные пользователи, которые и там до 50-100 тысяч рублей в месяц заработать благодаря продажам оборудования Интерскол. А для компании эта технология тоже очень полезна, потому что мы имеем возможность отслеживать, собственно, движение инструмента от склада дистрибьютора до нахождения на полке. И потом, собственно, как этот инструмент в себя ведет. То есть если он вдруг попадает в сервис, то, соответственно, сервисная служба, да, она тоже может оперативно реагировать на те случаи, если мы видим, что какие-то группы инструментов вдруг чаще стали оказываться в сервисе, то есть там что-то не так и нужно оперативно на это среагировать. Ну а, соответственно, что касается положения компании Интерскол на нашем рынке, то мы проецируем нахождение компании примерно вот в такой зоне, да, то есть здесь получается, что многие бренды, которые присутствуют на российском рынке, они находятся несколько по качеству, скажем так, не всегда соответствуют. А компания Интерскол, особенно, ой, особенно аккумуляторная платформа Интерскол, обозначена вот таким вот значком батарейки, аккумулятора, они в платформу приближаются по способности, по качеству к ведущим, существующим на сегодняшнее время брендам. Еще один важный документ, которым обладает компания КЛС Трейд, это сертификация ответствия стандартам менеджмента качества, очень важный документ, который в 2020 году был нами получен, заработан. Значит, этот документ подтверждает то, что инструменты, производимые компанией Интерскол, полностью соответствуют тем техническим характеристикам, которые производитель заявляет. То есть, если мы пишем на упаковке где-то, да, мощность двигателя, там, например, 1000 Вт, то, значит, 1000 Вт этот двигатель и выдает. В отличие от многих, значит, случаев, когда инструменты продаются с красивой, значит, броской надписью, там, о мощности, например, или, там, о емкости аккумулятора, а в результате тестирования оказывается, что эти параметры значительно уступают и не всегда соответствуют, значит, соответственно, тому, что написано, да. То есть, мы своих пользователей стараемся не обманывать. То есть, если у нас аккумулятор имеет надпись, там, 4 Ач, то, значит, 4 Ач там и будет. Там может быть чуть-чуть больше, но меньше там быть, ну, никаким образом не может. И, соответственно, этот же самый документ дает нам, собственно, право, да, продавать наши инструменты в различные государственные организации, то есть, это и, там, оборонные службы, МЧС и так далее, да. То есть, инструмент гарантированно соответствует заявленным характеристикам и не требует дополнительного тестирования. Дальше, собственно, перед вами такая вот планограмма, на которой представлен весь ассортимент аккумуляторной техники, которую на сегодняшний день мы производим. И вот этот основной овал большой, да, в нем как раз сосредоточен примерно 35 вот этих аккумуляторных инструментов, которые работают от энергии одного и того же аккумулятора 18-ти вольтового. Самих аккумуляторов на сегодняшний день у нас 4, соответственно, они различаются по емкости, но крепление у них одинаковое. Аккумуляторы могут быть, значит, 1,5 Ач, 2 Ач, 4 и 5. Это то, что в настоящее время используется и производится. Ну, причем здесь есть еще варианты такие, что 2 А и 4 А аккумулятор нового поколения, он может быть с индикатором уровня заряда. Это разные две компании для нас производят аккумуляторы. Соответственно, в одних используются баночки QAXIN, и во втором аккумуляторе более, ну, скажем, свежим используется, который как раз с индикацией, там используются банки производителя SunPower. Это вот кто-то спрашивает, там, про того, что же там внутри, вот, кричаечки такие вот используются. То есть, ну, как бы, бренды китайского производства, которые, ну, собственно, там, в топ-5 китайских производителей входят вот таким образом. Перспективы развития уже сегодня, собственно, об этом скользко говорили. Увеличение емкости батарей до 8 и, соответственно, 10 Ач. В этих аккумуляторах, да, они, несомненно, будут несколько крупнее и по весу чуть-чуть тяжелее, будут использоваться банки другого размера. То есть, если сейчас это 18650, то в новых аккумуляторах будут, собственно, использоваться баночки покрупнее 21700. И вот эти новые банки, они имеют, ну, собственно, емкость примерно на 40% выше, что позволяет примерно, сохранив габариты батареи, получить большую работоспособность от аккумуляторного инструмента. То есть, и ток отдачи получается до 15-20 А, а это очень важно, в частности, там, для кодовой техники, для таких инструментов, как шлифовальные машины или, там, дисковая пила. То есть, чтобы инструмент уверенно мог работать при высоких нагрузках. Ну и, соответственно, вот эти новые аккумуляторы, они позволят, естественно, расширить и, в том числе, и время работы без подзарядки. То есть, это основной вопрос, который чаще всего у потребителей возникает, насколько я смогу проработать, ну, тот же самый, какой-нибудь косой аккумуляторный или, там, газонокосилкой. Ну, естественно, что эти все вещи зависят от очень многих факторов, таких, как, там, например, размер травы, плотности и так далее. Ну, вот, в любом случае, в нашем каталоге, кстати, каталоги уже возьмите себе все, на первом развороте здесь есть такая табличка, которая, собственно, информирует вас о том, сколько же, какой-то, ну, там, разный, вернее, инструмент перечисленный. И, соответственно, информация о том, с какой емкостью батареи документ будет сколько времени работать. То есть, вот такая, реально полученные данные в результате, собственно, тестирования инструмента, и они, можно сказать, достаточно объективны. Значит, что касается приведенных, вот здесь инструментов, вот в этом овале, вы видите, он разделяется на две части. В верхней части это большее, большее количество инструментов, это все, все оборудование работает с современными бесщеточными, еще их называют, вентильными двигателями, да, то есть, здесь уже используется инновационная технология. Остается небольшая группа инструментов внизу, да, то есть, это те же самые 18-вольтовые аккумуляторы, но двигатели по-прежнему еще там применяются коллекторами. Соответственно, ну, в чем разница между этими двумя типами двигателей, никто знает. Кто-нибудь ответит на вас сложный такой вопрос? Коллектор, он вообще не имеет это? Да. Ну, кому-то он все имеет, что приедет, он бьет. Ну, нет, вот когда вы, например, продаете людям инструмент, люди приходят, говорят, вот у нас есть там бесщеточный шуруповерк и такой обычный коллекторный, а мне какая разница, я там не знаю, не разбираюсь. Меньшее потребление, а большая мощность. Ну, да, все, в принципе, верно. То есть, смотрите, ну, самое главное принципиальное отличие, это то, что у вентильного двигателя отсутствует механический контакт, да, со щетками, соответственно, щетки не изнашиваются, да. То есть, основная причина, там, выхода из строя инструмента с коллекторным двигателем, это то, что щетки стерлись, а у таких моторов заменить щетки фактически невозможно. Это не сетевой инструмент, где это, ну, там, такая активная процедура, за нём насчет, это иногда сетевой инструментом и дополнительный счет. Там мотор можно поменять. Да, мотор совершенно верно. Здесь слишком в другом, здесь слишком в том, что его мощнее получается. Это следующий этап, да. Значит, это, естественно, значит, это сказывается у нас на ресурсе. Первое преимущество – это ресурс, потому что у коллекторного мотора суммарный ресурс – это примерно, ну, там, 100-120 часов непрерывной работы с полной нагрузкой. Вот. И, соответственно, естественно, что это не очень много. Коллектор, бесщеточный двигатель позволяет нам где-то, там, в десятый раз увеличить ресурс, там, изнашиваться нечему. Плюс к тому отсутствие вот этого угольного пыли, которое тоже там внутри инструмента не очень полезно. И, таким образом, соответственно, значительная разница в ресурсе. Второе преимущество – это отсутствие механического трения и электротехнических потерь, что, в принципе, нам дает преимущество именно по КПД вот такого бесщеточного двигателя. И, таким образом, собственно, он действительно на 30%, примерно на 30-35% более производительный. То есть мы, например, сравнивая, там, два инструмента, какой-нибудь вот наш знаменитый Minimax и аналогичную модель, которая называется DA12R с коллекторным мотором, да, просто по техническим характеристикам здесь крутящий момент 36 ньютонов на метр, а у коллекторного инструмента 27 всего лишь, да. То есть те же самые 30%, о которых я говорю, вот эта разница, она, естественно, выплывает в технических характеристиках. И третье преимущество – это то, что мы, ну, то есть на одном заряде батареи можем совершить примерно на те же 30% больше работы. То есть если мы сравним, опять же, две вот эти модели и начнем закручивать какой-нибудь прибор, ну, там, какие-нибудь шурупы, например, взять для, ну, мы делали сами такие тесты, например, берем шурупчик, там, 6х60, это как бы по инструкции максимальный диаметр для вот этой модели, как бы, которую рекомендован. И результат получается, кстати, ну, вот кто примерно догадается, на 2-амперном аккумуляторе сколько можно таких шурупов подкрутить больше? Какие варианты назовите? Какие варианты назовите? 50. 50, там, ну, часто называются. 130. Вот, это уже ближе, да. То есть на самом деле, ну, естественно, там, плотности древесины зависит, еще от некоторых факторов, там, температура, то-се-то, но на самом деле вот у нас наши тесты, в том числе и перед публикой, да, на каких-то там выступлениях, соревнованиях, показывали результаты где-то там 160-180 шурупов. Вот таким, таким же, значит, щеточным шуруповером получается закрутить всего лишь там 120-130, это максимум. То есть вот это вот теоретические выкладки по поводу эффективности бесщеточного двигателя, они абсолютно справедливы и практикой нашей, собственно, полностью подтверждаются. Вот, это что касается... Недостаток. Да, и еще, и еще третье преимущество, так как мы заряжаем аккумулятор реже, да, то есть, ну, соответственно, работы можем на одной зарядке сделать больше, мы таким же образом, собственно, экономим ресурс самой батареи, да. Почему? Потому что, ну, батарея, ресурс современной батареи, он исчисляется циклами, там, заряд-разряд, и в среднем где-то, ну, от инструмента, конечно, тоже зависит, какие токи там он потребляет, ну, в среднем этот ресурс, это где-то от 800, там, да, 1200 циклов жизненный цикл вот этого аккумулятора. Ну, и, соответственно, чем реже мы его заряжаем, тем, соответственно, дольше этот аккумулятор нам будет служить, и это тоже еще одно преимущество. То есть, вот эти вот три ключевые вещи, они, как бы, делают бесщеточный двигатель более выгодным. Из недостатков, значит, вот Евгений спросил, а какие недостатки? Ну, до последнего времени недостатком можно было считать это то, что, как бы, он был несколько дороже инструмент с бесщеточными двигателями, то есть, там электроника достаточно сложная, и, как бы, производство самого этого мотора требует, ну, как бы, использование дорогостоящих вот этих уридевых магнитов, которые в роторе используются. Ну, последние, последние несколько лет они, собственно, привели к тому, что стоимость фактически сравнялась, да, то есть, если мы возьмем, опять же, шифт-поёрт вот такой вот 12-вольтовый с крутящим моментом 36 ньютонов на метр, и еще у нас есть шуруповёртник вот такой, да, DA18R, то есть, здесь 18-вольтовая батарея, и у них, в принципе, одинаковый крутящий момент, то есть, здесь 36, здесь 35 заявлено, даже чуть меньше, чем у 12-вольтовых, но по стоимости вот этот шуруповёртник иногда в розничной продаже даже оказывается дороже, чем вот в Minimax, поэтому, в общем-то, по стоимости современные вот эти бесщеточные, они стали фактически такими же доступными. Ну, и если говорить с практической точки зрения, недостатком, ну, можно условно его назвать, недостатком, это то, что, как бы, магниты, они, ну, понятно, что притягивают металл. И если мы, например, с углошельфовальной машиной работаем очень много и забываем установить, и там, в какой-то причине потеряли специальные сеточки защитные, которые на воздухозаборниках там установлены, то да, это может привести к тому, что вот это вот, там, какая-то окаленная, либо металлическая какая-то стружка, она может на якоре осесть и, соответственно, там, ну, как-то повредить, помешать работе двигателю, но, в принципе, разобрать, почистить это все можно, потому что, в случае, если двигатель остановится, он не перегадит, он, как бы, просто, как бы, отключит электронику, и отремонтировать это все можно будет беспроблемно относительно. Вот, ну, соответственно, это вот такая история. Также здесь на диаграммке мы видим несколько еще инструментов с напряжением питания 12 вольт и такие же, вот, как бы, инструменты, о которых я уже упомянул. Это 12-ти вольтовые и 14-ти 4-ти вольтовые шампроверты, которые по-прежнему еще производятся с коллекторным мотором, но, в принципе, тенденция такова, что в ближайшие где-то год-полтора, наверное, полностью мы уйдем от коллекторных моторов, может быть, за исключением только фонарика, да, который тоже вот здесь вот оказался, значит, в группе инструментов с бесщеточным двигателем. А про фонарик можно вопрос? А? Про фонарик. Да. Ну, вроде обычно, как бы, фонарик и производитель делают так, чтобы он рассеивал свет. А этот просто очень далеко светит. Он метр на пятьсот наносит. Он больше как прожектор получается. Согласен абсолютно. Фонарик уникальный. Он, как фароискатель, на самом деле, в темное время суток пробивает, наверное, там, да, действительно, на полкилометра. Но почему-то, как бы, производитель не сделал возможность, значит, изменения фокуса. Для меня это тоже, на самом деле, загадка. Вот, этот вопрос, наверное, нужно там адресовать разработчику, как бы... Ну, фонарик так, что нормальный. Фонарик очень хороший. Он, причем, может работать от 14-ти вольтовой батареи и от 18-ти вольтовой, в принципе, одинаково. Вот. Ну, и, соответственно, то есть, вот эти вот все модели, которые здесь перечислены, то есть, это лобзик и перфоратор. Вот этот перфоратор, скорее всего, скоро исчезнет. Это лобзик. У нас появится новая моделька, которая будет, собственно, с бесщеточным двигателем тоже нужно работать. Ну, и дальше, собственно, по нашим новиночкам. Вернее, ну, даже сначала немножко просто такой обзор по шуруповертам, потому что тоже был сегодня вопрос в зале, почему у нас много такая большая широкая линейка шуруповертов, как бы, да, потому что здесь ответ, в принципе, достаточно простой. Вот эти все существующие на сегодня, там, шесть моделей классических шуруповертов, они, их можно условно разделить на две группы по применению, да, то есть и по размеру патрона. Значит, в верхней части у нас три модели, ДА-10-12В, ДА-14-4В и ДА-10-18В. Это так называемая серия минимаксов, которая вот где-то с лета прошлого года у нас появилась и постепенно расширилась вот это до трех моделей. Они все, в принципе, по своим геометрическим размерам очень похожи. Ну, 18-ти вольтовая моделька, она немножко покрупнее, но у нее и крутящий момент повыше, что я здесь напоминаю, 36, здесь 42 ньютона на метр. Понятно, что у современного шуруповерта должна быть там подсветка, должна быть индикация уровня заряда батареи, соответственно, муфта ограничения момента. В данной модельке это 20 положений, ну и, естественно, сверление без ограничения крутящего момента. Переключение режимов работы, значит, соответственно, высокая либо на силовая передача. Вчера, кстати, такой смешной вопрос мне задали, а говорит, как мне убедить людей, когда они там покупают, значит, шуруповерты, что нужно шурупы закручивать на, значит, ну, как бы на силовой передаче. Они пытаются закручивать, значит, на быстрый, да, и говорят, что вот он не крутит шурупы. Ну, ответ какой, значит, инструкцию прочитайте. И, как бы, это то же самое, как убедить человека на автомобиле, там, не знаю, с пятой передачи трогаться, да, со светофора. Примерно такой же ответ. То есть, если ты не понимаешь, как бы, что нужно, как бы с первого, или, там, не знаю, на грузовом автомобиле, со второй, то здесь уже, значит, ну, тогда не нужно, значит, наверное, на автомобиле ездить просто. Вот. А так, на самом деле, шуруповертик очень удачный, легкий, компактный, с блокировочкой шпинделя, очень удобный, на муфтовый. Ну, и, соответственно, для работ предназначен, как здесь вот обозначено, да, отделка, сборка мебели, какие-то универсальные работы, и уже неоднократно говорилось, что это фактически хит-продаж, наверное, убеждать, никого уже больше в этом не нужно. Ну, и, соответственно, вариации на тему этого шуруповерта с разными, с разным напряжением питания, 14 вольт и 18. И, соответственно, следующая группа шуруповертов, это уже их можно назвать такими строительными, более производительными машинами. Значит, соответственно, это две модели, которые у нас называются ДА и ДАУ, 13-18В, то есть разница между этими моделями, они очень похожи внешне, разница только в наличии или отсутствии функции ударной, да, соответственно, это и название отображается, ДА, дрель аккумуляторная, ДАУ, это, соответственно, ударная моделька. Вот, и дальше цифра 13, это размер патрона, то есть здесь патроны уже раскручиваются до 13 мм, и наличие металлического корпуса редуктора. Ну, кстати, возвращаясь вот к этим вот шуруповертам с 10-мм патроном, у них у всех детали редуктора металлические, то есть шестерни везде металлические, а корпус редуктора здесь пластиковый. В этих же шуруповертах корпус редуктор и металлический, естественно, что он на большие нагрузки рассчитан, и сами шуруповерты имеют более выраженный крутящий момент, то есть вот у этих двух моделей это 45 ньютон на метр, и самая производительная модель, которая в компании «Интерскол» производится, это, значит, ДАУ-1318В. Здесь буковки К нет, у буквы К название обозначает, что это компакт как-то, да, а это полноценная модель, то есть у него корпус больше диаметром, и, соответственно, двигатель большего диаметра, большей производительности и мощности, да. Здесь крутящий момент 60 ньютонов на метр, то есть это полноценный, там, строительный такой шуруповерт, которым можно любые работы, в том числе связанные с сверлением в древесине, в брусе, там, большого размера сверлами осуществлять, без каких бы то ни было этих проблем. То есть вот этим шуруповертом, я сам лично, как бы, 36-м вот таким вот кинетовым сверлом, в брусе 200 на 200, на одной зарядке 4-амперного аккумулятора, значит, накрутил 27 отверстий. То есть это примерно где-то 40 минут такой интенсивной, непрерывной работы. Да, он нагревается, здесь даже горячо уже руками держаться, но вот этот вот металлический редуктор, то есть корпус редуктора, он и тепло лучше отводит, в этом смысле, ну, как бы, это менее, ну, скажем так, вредно, опасно для деталей самого металлического редуктора. Кстати, вот у этих всех трех моделей есть еще такая фишечка, скажем так, да, и Евгений тоже на эту фишечку попался, когда первый раз использовал, значит, соответственно, наши шуруповерты. Такой вопрос, да, вот подсветка, а здесь еще одна лампочка, как бы, да, но она никогда не горит. И вопрос возникает и у продавцов, и у покупателей, а инструкции мы редко читаем, на самом деле, почему же она не работает, для чего это нужно, что это такое, кто знает. Ну, Евгений не спрашивали. Это китайский брак. Это китайский брак, шикарный ответ. Нет, на самом деле здесь все гораздо интереснее. Здесь датчик света, вот, то есть датчик освещенности. И если у нас яркий свет, вы на улицу выходите, даже, в принципе, вот в такую погоду, как бы, пасмурную, подсветка у вас не будет гореть. А если вы находитесь в помещении, то она, естественно, загорается. Тогда нам нужна подсветка, она работает. Просто иногда в магазине бывает такая ситуация, когда яркое достаточно дневное освещение, ну, нам под дневного света горят, и при проверке, как бы, получается такая ситуация, что она то горит, то не горит, то как бы подмигивает. И многие это тоже, как бы, расценивают как неисправность и начинают, значит, там, давай другое, там, пробовать, придавать. Ну, или там вообще кто-то может отказываться от покупки. То есть, на самом деле, если у вас такая ситуация возникла, вы просто пальчиками прикрываете и проверяете, исправность работы на подсветке, да, или демонстрируете, что это все работает. Вот. Ну, это, что касается вот такой вот небольшой особенности. Кстати, уникальная штука такая. Больше никто на сегодняшний день, я, во всяком случае, не видел аналогичных решений. Вот. В общем, с этими моделями, как бы, понятно. И дальше, соответственно, в общем-то, такой обзор инструментов, которые мы планируем в ближайшее время производить на уже обозначенном сегодня в новом заводе, в Алабуке. Соответственно, нам будет производиться три варианта аккумуляторных перфораторов. Один из них уже нам известен, ПА-24-18В. Ну, опять же, по названию, да, то есть тоже все понятно. ПА-перфоратор аккумуляторный, 24 размер буро максимальный, который можно туда установить. 18- это напряжение. И часто вопрос возникает, АВ-это что такое? Двентильный двигатель. Правильно. Вот. Потому что иногда некоторые говорят, что это напряжение типа 18 вольт. Вот буква В обозначает, ну, в аббревиатурах, Винтерскула, именно вентильный бесщеточный двигатель. И если в названии любого инструмента, какой вы там держите, буква В, есть, значит, у него двигатель бесщеточный. Если буква В нет, значит, попадает его еще коллекторный. И, в принципе, вот в каталоге, когда вы открываете, здесь тоже очень удобно пользоваться, особенно когда вы про шуруповерты смотрите. Видите, здесь как-то зеленый телефон, и изображение шуруповерта, а здесь белый. И вот если у вас погружка светлая, белая, то значит, это коллекторный мотор. Если зелененький, значит, это уже бесщеточный современный двигатель используется. это для визуального, значит, восприятия, более удобного и оперативного. И еще тоже на каталог внимание ваше обращаю. Здесь есть вот такие у каждого инструмента пиктограммы, такие маленькие картиночки, да, и тут символы разные всякие нарисованы. Это для того, чтобы вы могли быстро тоже дать какую-то такую, краткую характеристику инструмента по функциям, которые там есть, а чтобы, значит, расшифровать, понять для себя, что это за функция. Здесь вначале тоже есть, значит, расшифровка, каждая из этих пиктограмм. Но это особенно важно, наверное, нададить инструмент как углашифровальные машины, там, где каждая из них обозначает какую-то там дополнительную функцию, там, такую, как бы плавный старт, например, либо защита от повтор, опуска, либо какие-то другие такие вещи, там, термодатчик, который для защиты сделан. То есть, они помогают просто сориентироваться вам, как быстро дать характеристику инструмента. Вот. Ну, соответственно, возвращаясь к перфораторам, будет расширяться линейка в сторону, значит, увеличения производительности и размера используемого используемого бура, в частности, 26-я модель появится и даже 28-я. Сегодня, кстати, тоже уже было обсуждение, как, например, с чем можно сравнить работу аккумуляторного инструмента, ну, как бы, эквивалент сетевого, да. Вот мы, например, много раз тестировали работу перфораторов, вот здесь у нас есть модель перфоратора 24-го, и когда мы их тестировали в сравнении с сетевыми инструментами, получается, что он, прям, ноздрям-ноздрю работает с 800-ваттным сетевым перфоратором, то есть, на самом деле, такие теоретические выплатки, когда Алексей нам сказал, что это там примерно 700-800 ватт, они реально на практике тоже подтверждаются, то есть, как бы, если у вас задача стоит какое-нибудь, не знаю, сооружение разрушить, то, естественно, конечно, аккумуляторным перфоратором это сложно будет сделать, там нужно для отбойного рока уже какой-то выбирать, или более производительные модели уже с вертикальным разглажением двигателя, а так, для обычных бытовых задач, да и для профессиональных задач, ну, которые, значит, соответственно, соответствуют оснастке, да, 26-28 мм, это инструмент вполне себе работоспособный и очень сильно облегчают задачу, потому что мне надо кабель с собой таскать, там, на стремянке, где-то, если вы еще в потолке пытаетесь какие-то отверстия делать, или на высоте, то есть, это все, естественно, очень здорово помогает, и появление аккумулятора с большей емкостью, естественно, тоже здесь будет очень подспорьем, реально полезно. Значит, углошлифованные машинки, аккумуляторные два варианта у нас есть, УШМ 125 18В и еще одна моделька на другом слайдике оказалась, соответственно, УШМ 125 18В разница вот эта Э оборотная в названии появляется, кто знает о чем? Регулировка оборотов. Да, но это как бы если это одно из функций, которые эта буква тоже в том числе объясняет, на самом деле это наличие константной так называемой электроники в оборудовании, и чаще всего эта буква появляется в том числе в сетевых шлифовальных машинах в том числе то есть да, у этой модели реализована ступенчатая регулировка оборотов вот здесь вот такие кнопочки есть, вернее одна кнопочка и двух цветов огонечки то есть шесть позиций ступенчато обороты изменяются от трех с половиной до восьми с половиной тысяч и это позволяет значительно расширить спектр работ которые можно с помощью шлифовальной машины сделать потому что есть какие-то операции которые подразумевают не максимальные обороты а какие-то промежуточные либо низкие вот ну то есть чтобы у вас поверхность не подгорала лишний раз про единицу идет ну и в принципе машинка такая у нас здесь есть ну пожалуйста и подсмотреть обороты меняются как на ходу как на ходу соответственно можно их менять в прямой точке на моторе то есть так это тоже все переключается и соответственно здесь есть естественно защита от повторного пусто есть защита от заклинивания от перегрузки и так далее и вот эти как раз сеточки которые я вам говорил защитные которые препятствуют чтобы туда попадал значит этот весь мусор металлический это конечно все здорово но так как ячейки очень мелкие надо просто когда вы работаете например с древесиной на это обращать внимание и почаще их очищать потому что древесная вот эта пыль и всякая стружка которая получается в процессе обработки древесины она здесь сильно очень интенсивно скапливается задерживается и как бы это может к перегреву приводить если вы не будете на это внимание обращать и в принципе сеточки эти они легко снимаются но при этом фиксируются небольшими такими саморезиками для того чтобы вы их не потеряли потому что там некоторые другие производители их на защелки ставят и просто они как бы в процессе работы естественно могут потеряться и опять же на это внимание не обратите и можете как раз проблему заработать при скоплении металлических неприятностей значит также есть несколько вариаций корпус машин похож а функционал разный например эксцентриковая полировальная машина также есть обычная стандартная полировальная машина дисковая и есть прямо шинфровальная машинка то есть шпиндель выходит соответственно от курения из корпуса и туда можно различного рода дорожки устанавливать и такие как бы абразивные и металлические такие где их применять но разные есть в принципе варианты и в том числе по ремонту шин например похоже оборудование используется но они чаще всего и традиционно пневматические инструменты используют потому что понятно время надо долго но иногда бывают такие повреждения когда вам с этим шлангом высокого давления внутрь шины залезать не очень удобно и комфортно а вот аккумуляторный инструмент он может в этом смысле хорошим подспорьем быть так что имейте ввиду что у нас тут оборудование есть и как бы его тоже можно соответственно предлагать на сегодняшний день одна пока только модель аккумуляторного гайковерта крутящий момент 350 ньютонов на метр ну соответственно для легковой машины в принципе достаточно для грузовика наверное маловато конечно будет ну и какой-то крепеж в том числе строительные саморезы большие глухари вот эти которые при сооружении кровли часто используются тоже пожалуйста с помощью вот этого инструмента можно очень удобно значит их закручивать этот крепеж отличие от шуруповерта в том что у вас реактивного момента на кисть не передается то есть если вы крутите шуруповертом то вся нагрузка которая соответственно идет в древесину она вам так и в таком же собственность такой же силы на кисть и давит а если вы работаете с гайковертом то вы фактически двумя пальцами можете инструмент держать и он его легко этот значит скровенный бухарик закручивает в дерево а вы даже не испытываете никакой усталости поэтому ну единственное что шумит достаточно сильно там треск такой своеобразный при работе раздается ну как бы иногда можно потерпеть значит чтобы меньше доставать бесщеточный аккумуляторный фрезер тоже модель это в том в котором мало смазки ну этот вопрос мало смазки мы уже по моему где-то там дискутировали на самом деле смазки там достаточно есть вариации там на тему установки разных ошибников я так понимаю по конструкции они немножко отличаются но в принципе те как бы температуру Евгений я так понимаю тестировал тоже этот инструмент в нем были некие замечания он греется и греется но это как бы не влияет он его еще погоняет спалит или не спалит ну на самом деле если бы они сгорали то их бы возвращали да или там вот поэтому здесь говорит ну есть такая какая-то особенность технологическая возможно как бы ну обратят на нее внимание после как говорится дискуссии да и что что не кто не но на самом деле да то есть такие вещи которые не приводят к выходу из строя как бы есть такая особенность есть а так фрезерный станочек очень удобный тоже можно и какие-то подачи там такие автономно работать очень удобно и провода как правило когда вы с фрезером работаете по-любому когда у вас тянется это значит змеюка сзади это не всегда удобно и путается и под ногами и так далее еще учитывая что там какой-нибудь шланг пылесоса тоже все не способны вообще по сути у многих производителей продукты греются это норма допустим Девольта болгарки они очень сильно греются перфоратор они работают без остановки они тоже греются но они работают потом я согласен да ведь у нас же не все знают опять же к автомобилям если переходить например наша самая механическая коробка подачи она там разогревается в процессе работы до каких-нибудь градусов 70-80 совершенно спокойно это ее нормальный режим работы и здесь тоже подшипник он как бы ну имеет он закрытый да он там полностью герметичный и смазочка в нем есть наверное да и она позволяет без проблем при этих температурах работать сколько там 50-60 градусов да он нагревался вот ну как бы не критично те же шины да например вот когда мало кто знает температура в шинах когда вы там едете достаточно долго она тоже до 70-80 градусов может подниматься и это как бы нормально ничего с шиной не происходит значит так дальше также у нас в ассортименте есть бесщеточный аккумуляторный рубаночек рубанок наверное сюда не принесли но он существует тоже на машине можете потом посмотреть и дисковая пила дисковая пила тоже хороша и удобна ну во первых она компактная естественно да 165 размер значит самого пильного диска очень качественно выполненная опорная подошва вот эта и если вы посмотрите да двигатель у нее находится с правой стороны то есть когда вы работаете у вас рабочая зона она фактически перед глазами да вы всегда видите что вы делаете и вот эта особенность да здесь немножко мусора побольше вылетает в сторону как бы да здесь есть некая такая побочная история но зато вы зону рабочую видите и как бы вот тоже при работе на кровле где-то где вам нужно как бы вот эти детали особенно тщательно отслеживать и где-то что-то подпилить то вот такая конфигурация она оптимальна можно назвать только макит у нас как я знаю была похожая моделька значит с правой стороны мотор вот это что касается значит соответственно для каких расчетов у нас в пятидесятую доску она по-моему вылет вот в такой вылет вылет а чтобы критично не было ну смотрите мы тестировали ее значит доска пятидесятка была при этом не поперек а вдоль вот на одном заряде четырехамперного аккумулятора мы эту доску по-моему там три или три с половиной раза распилили вот что-то такое то есть ну порядка десяти метров можно наверное ну трехметровые кусочки были то есть где-то на десять метров хватает ее чтобы распилить ну а чаще всего конечно же танцуем какие-то такие вещи это не не стационарно даже вещь там как будто станок распускать бревна вот это такой инструмент вспомогательный поэтому не то что вспомогательный он полноценный но имеется ввиду что как бы есть аналоги сетевые если у вас тяжелая какая-то нагруженная такая работа то естественно надо что-то покрупнее побольше убирать ну и соответственно вот эта фотография вновь созданного завода в Алабуге и соответственно новый цех с оборудованием на котором собственно эти все инструменты будут производиться ну ждем ждем как говорится новостей по запуску этого завода теперь небольшой анонс на те инструменты которые в ближайшее время появятся соответственно это ДА-1012В кумби на базе вот этого же самого шуруповерта 12-вольтового наборчик который ну как бы проверяет функционал шуруповерта за счет того что у нас появляется в комплекте появляется в комплекте угловая насадочка вот такая и соответственно эксцентриковая которая позволяет нам в каких-то стесненных условиях что-то куда-то закрутить вот как вот здесь вот в уголок поверхности и плотно приблизиться к краю то есть удобное расширение возможности обычного шуруповерта планируется что значит соответственно это будет продаваться в виде разных вариантов комплектации ну вот здесь мелковато может быть вам видно варианты комплектации могут быть такие что значит кейс либо такая мягкая сумка как в эти условно говоря и соответственно варианты по комплектации насадками то есть может быть бюджетные варианты саму основную часть покупаете и докупаете по отдельности те насадки которые вам максимально интересны и актуальны в настоящем следующая модификация значит соответственно модель ТА-13-18ВК комби это тот же самый вариант с комплектациями но значит вот таким вот образом он выглядит он уже доступен и нам соответственно в продаже его прототипом является шуруповерт шуруповерт ну как их название тоже виды 13-18ВК то есть два класса одинаковые сами они похожи очень но здесь есть возможность соответственно установки этих насадок и самая такая продвинутая новинка это мультимакс так называемый про который тоже сегодня в общем-то уже речь кратко была идея идея такова что в отличие от вот этих моделей комби где редуктор уже входит в состав корпуса и здесь мы можем только лишь некоторые насадочки использовать которые скажем так все равно функцию основную не меняем то есть это так был шуруповерт так и остается в этой же ситуации мы получаем значит мульти такую модульную конструкцию у которой имеется один общий для всех вариантов ну такой бесщеточный привод и определенное количество модулей которые каждый из которых является ну фактически полноценным инструментом со своим редуктором либо со своей какой-то механической частью которая соответствует ну собственно его назначению и идея такова что здесь имеется несколько насадок ну таких как дрель ударная например либо шуруповерт скоростной либо тангенциальный эти же самые там винтоверт и гайковерт которые ну как бы вот этот модуль он полноценным инструментом причем является инструментом фактически профессиональным то есть он ничем не отличается по своему ресурсу и по качеству исполнения от полноценного того же самого какого-нибудь там шуруповерта например или гайковерта а при этом сам модуль привода это полноценный бесщеточный шуруповерт причем шуруповерт из самой мощной серии то есть двигатель у него от шуруповерта значит с летящим моментом 60 нутонов на метр то есть он еще более производительный чем вот этот комби вариант и соответственно вот эти насадки их можно там условно разделить на профессиональные такие как вот я говорил да там именно дрель ударная либо гайковерт либо ну там может быть еще профессионально можно перфораторную насадку отнести то есть это полноценный перфоратор да у него конечно там не 5 или 10 жоулей энергии удара но в принципе ту же самую какую-то работу связанную с ну там по диаметру понятно не 28 бур можно использовать чуть поменьше но все равно он в общем-то неплохо свою работу исполняет и есть серия насадочек которые являются вспомогательными скажем так то есть это например лобзик либо сабельная пила либо реноватор либо вот такая значит дельта машинка шлифовальная мини моечка есть даже воздуходувка для садового использования при подрезке травы насадка и так далее да и планируется еще несколько насадочек в виде компрессора в виде вернее в виде фрезера компрессора и даже такой вот циркулярочке небольшой значит и продаваться это все будет тоже несколькими вариантами то есть для того чтобы это все можно было куда-то уместить и аккуратно сложить так называемая технология мультибокс будет применяться да то есть это составные два кейса которые очень удобно друг за другом фиксируются и соответственно одним комплектом вы можете одной рукой переносить весь вот этот вот здоровенный значит набор из фактически 17 насадок либо приобретать все это по отдельности да купили отдельно привод и выбираете один два там три пять насадок которые считаете нужными для своего хозяйства что естественно тоже очень удобно и важно и также планируются еще тематические всякие наборы там порядка четырех пяти насадок будет входить автомобилист для например столя домашнего мастера профессионального мастера например все вот эти три четыре насадки и возможно какая нибудь то есть то что здесь нарисовано перечислено это пока все насадки которые на сегодняшний день стоимость ну как предполагается в настоящее время если никаких катаклизмов нас больше в ближайшее время ждать не будет то ориентировочная стоимость за полный набор из семнадцати насадок вернее этих модулей это порядка двадцати одной тысячи с чемоданом с чемоданом с чемоданом да вероятно вот и соответственно стоимость каждой из этих каждой из этих модулей она варьируется тоже ну потому что сравнивать какую нибудь мойку с перфоратором тяжело то есть она будет где-то от семисот до тысячи там пятисот рублей за каждый условный вот эти модулы а у вас смотрю вот модульная система да вообще будет от денег продавать или нет ну вот я же кратко и говорю что каждая из этих модулей чемодан скорее всего чемодан тоже скорее продаваться система хранения да ей вот уже придумали мульти бокс так называемую такую название и она будет с большой вероятностью продаваться отдельно и больше того ну если я не ошибаюсь конечно то вот эти вот традиционные кейсы они со временем тоже видоизменятся и остальные инструменты они тоже будут по образу подобию вот таких вот вот это что касается значит соответственно аккумуляторного инструмента дальше небольшой блок который касается углошлифовальных машин ассортимент сетевых углошлифовальных машин чрезвычайно большой у компании Интерскол и соответственно здесь любые размеры дисков оснастки могут быть использованы но самое принципиальное и важное в этой диаграмме это вот это вот деление на две части верхней части инструментов поменьше здесь вот мелко может быть написано значит двигатели серии это высокоскоростные моторы которые вращаются с частотой оборотов 45 тысяч а внизу большая часть пошлифовальных машин в которых используются двигатели скоростные так называемые и у них частота вращения меньше у них 35 тысяч оборотов в секунду и принципиальная разница что с высокоскоростными двигателями используется как раз константная электроника то есть это тахометр условно говоря и блок электроники который самая основная функция которая собственно подразумевается это добавление тока при увеличении нагрузки то есть мы включили шлифовальную машину выставили скорость которая нам нужна в данный момент там везде есть регулировка оборотов и соответственно когда мы прикладываем нагрузки начинаем что-то полировать или там резать то электроника добавляет нам тока и двигатель сохраняет те же самые обороты которые у него были на хвостом ходу это конечно не бесконечная история но где-то процентов на 35 мощности эта технология добавляет и это и есть как раз основное преимущество вот этих машин и соответственно их можно полноценно отнести к классу профессионального оборудования да они подороже естественно стоят но зато как бы если вы предлагаете вышлифование машины для какой-то серьезной длительной продолжительной работы и человек хочет реально получить инструмент с большим ресурсом то и с большей безопасностью и с большим комфортом для работы то естественно лучше обращать внимание именно на вот эти вот машины у которых в названии как раз присутствует буква Э оборотная то есть там несколько моделей чуть поподробнее тоже как бы про них будут картинки а остальные машины да ну и кстати здесь же в большинстве этих машин присутствуют такие функции как защита от повторного пуска плавный пуск да защита от заклинивания температурный датчик который не позволяет сгореть двигателю в случае там перегрева вот что соответственно очень важно и также важная история что в настоящее время компания собственно перешла к полностью все якори и статоры значит пропитываются специальным компаундом класс Н который позволяет работать оборудование при высоких температурах то есть это высокотемпературная защитная смола которая не дает обмоткам соответственно замыкаться при высоких температурах то есть нормальная температура для вот такой электрики да это до 180 градусов может инструмент разогреваться это конечно высокая температура и естественно что используются специальные вентиляторы да формы вентилятора создающие ускоренный воздушный поток но тем не менее о чем это о том что наши углошлифовальные машины могут длительное время без технологических перерывов естественно что нужно всегда оборудование подбирать в соответствии с теми нагрузками которые адекватны для этого инструмента если там заставить 700 ватную какую-нибудь ушемку работать не знаю какой-нибудь огромный блок бетонный начать и пилить естественно что она там долго не проработает вот ну соответственно вот эта вот специальная защита увеличивает естественно ресурс и способствует тому что инструменты реже выходят из строя и также используется технология бронирования обмоток якоря и статора с помощью армидной нити и таких решетчатых лобовин которые на якоре устанавливаются и соответственно работают как такой отбойник разных вот этих шлама и так далее которые вентилятором затягиваются в ушлифовальную машину соответственно вот эта вот технология квадро она способствует тому что наши ушлифовальные машины теперь стали более надежными и соответственно количество отказов которые там некоторое время назад иногда случались да вот эта история она в прошлом осталась вот соответственно наш Евгений белый на этой картинке изображен вот он целенаправленно издевался выучил там вышлифовальную машинку значит он такие технологии использует современные берет там стакан с песком включая эту шлемку и туда значит насыпает этот песок с целью ну естественно убить дождаться того момента через сколько машин перестанет работать вот у него в последнем эксперименте получилось там 4 стакана полных вот этого песка соответственно вот машина выдержала и это даже больше чем выдержала вышлифовальная машина Макита с которой он тоже производил подобный эксперимент понятно что в реальных условиях такой жести наверное трудности представить и все равно абразив в любом случае двигатель попадает и при шлифовке гранита ну согласен на малых оборотах когда работаешь самой болгаркой да и поработать потому что продувать там как вот эта операция она все равно необходима потому что не все это знают не все это знают что это нужно делать кстати еще один эксперимент типа там аквариум с цементом просто засовывают уши включают и значит сколько это все проработает да на износ на пол ну ну последний он кстати с мелкой сеткой там не список бьет 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 углошлифовальные машины интерскол примерно на 40 процентов а ну это речь в принципе про перспективные модели значит дело в том что в ближайшее время у нас появляется в ассортименте 4 варианта углошлифовальных машин которые в общем собственно имеют несколько непривычную наверное аббревиатуру то есть 23 22 да 230 это размер оснастки и 22 это 2200 значит ватт да то есть эти углошлифовальные машины сделаны с максимальным числом как раз вот этих вот защитных защитного функционала являются полностью профессиональными и соответственно в верхней части два варианта без константной электроники внизу два варианта таких же примерно машин но уже с использованием константной электроники со всеми функциями которые собственно я уже перечислял до этого удлиненная рукояточка об этом буквально мы говорим название удлиненная ручка это для удобства работы безопасности ручка в большинстве случаев поворотная да то есть ее можно в разных плоскостях зафиксировать то есть работать с этими машинами очень удобно и комфортно безопасно и соответственно тоже инновационная машина которая собственно называется бороздодел но преимущество вот этого вот этой модели в том что вы покупая одну одну как бы один инструмент получаете два можно даже сказать и три инструмента в комплекте то есть у нее будет соответственно кожух для проделывания ну для штрабления условно говоря кожух обычного зафиксирования машины и соответственно если поставить и в комплекте два алмазных диска если вы ставите и устанавливаете один алмазный диск то и можно соответственно алмазную пилу использовать где-то отрезать то есть три в одном и еще одно важное преимущество обозначено вот здесь инновационный двухступенчатый редуктор то есть это не классический редуктор как на большинстве машина это двухступенчатый редуктор что это нам дает нам дает значительное увеличение крутящего момента двигателя то есть например при мощности в 1800 ватт эта машина может выполнять собственно ну достаточно тяжелую нагрузку выдерживать да с двумя дисками плюс к тому корпус двигателя и вес машины значительно меньше то есть мы можем использовать более компактный мотор а при этом соответственно получать высокий гарантированный крутящий момент и такая же схожая комплектация сейчас секунду схожая комплектация только здесь уже на диск большего диаметра 150 мм по цене Вась можешь сказать сколько примерно она стоит да ну вот сколько еще праздник ну соответственно вопрос пока открытый но эта модель она анонсируется сейчас после наверное выставки метекс появится уже а чемоданов не будет чемоданов наверное не будет не однозначно а в день у нас кейс 8 можете рассказать про эти самые про новые новые но я сейчас рассказывал то есть вот эта система хранения она предусмотрена я про нее уже рассказывал вообще система хранения она фактически универсальная по цене пока нет то есть тут же сами понимаете связано с тем что когда будет конкретная поставка инструмента туда надо посчитать да сколько стоил там контейнер сколько стоила растаможка то есть сейчас начнем ну возможно да значит снова в ассортименте интерстол появляются пылесосы три модели различаются они объемом бака и функционалом соответственно длина шланга 3 метра мощность 1400 ватт есть значит ну ой есть розеточка есть розеточка инструмента соответственно имеется функция задержки выключения после отключения инструмента работает после того как вы выключили инструмент к нему подсоединенный ну и соответственно такая очень инновационная система байпасного охлаждения двигателя то есть двигатель охлаждается всегда атмосферным свежим воздухом не тем воздухом который прошел уже первоначально через мусорное отделение и соответственно технология циклон также тут применяется и фильтр тонкой очистки с общей такой площадью 3500 квадратных сантиметров фильтр влагостойкий долговечный и в принципе этот пылесос может работать как с мешками для сбора пыли так и без мешков то есть вот эта технология циклона она подразумевает что мусор который туда затягивается он по диаметру за счет центробежной силы осаждается на стенках мусоросборника и соответственно в фильтр крупные частицы уже не попадают по вопросу да и вы как смените можно тут использовать или нет да фактически да а у вас с мусором и мусором и мусором ну это мусором и мусором и мусором 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 соответственно на сегодняшний день там четыре вида оборудования цепная пила такая компактная небольшого размера Таборез значит рекомендованная ручная цена 9 450 150-125-й и 150-й диаметром, то есть 9-850-й диаметром. Это вот с двухкупечной. Вот, то есть вот такой вот форм-фактор, компактная, одноручная ещё её называют, но это не значит, что одной рукой надо пилить. Одной рукой никогда ни в коем случае ничего не пилим. Пилим всегда двумя руками. Значит, удобная петля такая, которая позволяет специалистам, которые арбористикой занимаются, на поясе её фиксировать. Там специальные подвесы у них используются. Ну, а также для любых там бытовых, каких-то туристических целей очень удобный. Инструментик компактный, не тяжёлый. И, в общем-то, собственно, что тоже важно, мало шума. То есть современный лес не подразумевает использование бензотехники, потому что сразу же прибегают какие-то защитники леса, и так далее, и вы из леса и без дров уйдёте, и без пилы. А в данной ситуации, если вы едете куда-то в поход, например, либо там джипы, либо какие-то квадроциклы и так далее, в любой кофр, какой, какой можно переборожить, и с собой всегда иметь. Там дерево где-то на дороге, на лесу перегородилово, выложили, отпилили, взяли и всё. Ничего кроме масла. Вам, собственно, с собой брать не требуется. Аккумулятора хватает. Вот здесь данные, собственно, приведены по количеству резов. Мы тестировали это на брусе 100 на 100, то есть инвалент, условно инвалент, в такой вот берёзе, да, в которой там часто редкие всякие падают. Естественно, что ей можно спилить и более крупную древесину, но понятно, что это не лавочная пила. А так вообще, по идее, вот, шина сама вести любовая, то есть, соответственно, где-то два размера шины вы можете древесину перепилить, любой, там, какой-то, оказавшийся на дороге ствол. Значит, что ещё можно сказать? Ну, спрашивают, как конфигурация цепи. Шаг цепи 3,8, толщина пустовичка 1,1 миллиметра и, соответственно, 40 звеньев. Значит, дальше триммер, либо аккумуляторная коса, тоже она у нас в зале здесь представлена, только здесь уже используется напряжение питания 36 вольт, то есть нам потребуется два аккумулятора, тех же самых стандартных, обычных аккумуляторов, но мы их, соответственно, используем в паре, потому что напряжение 36 вольт. Бесщёточный двигатель, бесщёточный вентильный двигатель установлен внизу, то есть здесь по валу, вернее, по штанге нет никакого вала внутри, там только провода проходят. И это нам позволяет ещё легко и, в принципе, без последствий сделать место разъёма, то есть там просто как бы фактически розеточка на две половинки делится. Это коса, соответственно, удобно хранить, удобно перевозить. Велосипедного типа рукоятка позволяет тоже удобно работать с невысокими нагрузками, то есть у вас на плечи, там на позвоночник нагрузка минимальная, и подвес, естественно, тоже есть в комплекте. Соответственно, в комплектацию входит и шпурка с леской, да, то есть триммерная головка, и металлический нож для кошения переросших в диск или нож. Ну, он не зубчатый, а просто трёхлопастный, а всё. Ну, так всё. Металлическая, в общем, как бы оснастка для кошения травы. Ну, как бы двигатель имеет влагозащиту, да, то есть если какое-то там небольшое количество брызги какие-то и так далее, это для неё, собственно, безопасно. Ну, и варианты комплектации тоже она может создавать как просто тушка для людей, у которых уже может быть есть два аккумулятора и зарядная станция. И также специальное предложение в этом году Василий цену озвучит в своём выступлении, соответственно, комплектом два аккумулятора, зарядка и сам инструмент. Цены достаточно лояльные, приятные, и, собственно, любой, наверное, владелец там дачного участка, какого-нибудь там садового участка, можете себе без проблем такой инструмент позволить. Тем более, что преимущество, это самое главное, отсутствие шума, отсутствие выхлопов любых, да, и всем известная история, когда Вы в выходной приезжаете на дачу, хотите отдохнуть в субботу с утра, а Ваш сосед, значит, дрынкантин завёл, и пошёл с утра до ночи просить. Вот, и, соответственно, вместо того, чтобы наслаждаться пением птиц, да, там, соответственно, слушаете вот это тарахтение хуже, чем в городе. Вот, ну, а вообще, по практике, вот, я как бы инструмент использовал несколько раз в качестве теста, по ощущениям, она косит примерно, как, ну, там, 900-ваттная бензиновая косата, то есть она никак не затыкается, никаких проблем. Ну, естественно, могут быть случаи, когда нагрузилась, она как-то намоталась, но приходится размотать. А так, в принципе, если Вы, как бы, адекватно дрову косите, которую, ну, там, периодически ухаживаете за ней, не трогают, проблем вообще никаких нет, то есть только шуршание, вот там, жужжание вот этой лески, ну, то есть аналог электрического триммера сетевого, но там Вы за собой таскаете длинный провод, там Вы, как бы, теряете, собственно, в мощности инструмента за счет того, что у Вас длинный наглинитель, и это все там потери электрические происходят. И плюс к тому, соответственно, естественно, что это периодически у людей бывает, когда он косит и на этот же самый провод он называется, да? Ну, это тоже малоприятно. Вот, так что, в общем, собственно, вот такой вот вариант. И тоже очень востребованная вещь, особенно вот сейчас, в сезон, когда нужно косить траву, соответственно, это воздуходушь. Воздуходух тоже на 36 вольт рассчитывается, но в машинке это присутствует. В машинке это присутствует, значит, соответственно, два аккумулятора, возможность плавной регулировки оборотов, и есть кнопочка турбо-режима, в котором максимальная мощность используется, и в турбо-режиме скорость воздушного потока почти 200 км в час. То есть, на самом деле, она даже там и щебень какой-то может двигать, или даже, пробовали это, даже вот тротуарная плитка по плитке, она, короче, едет. Вот. То есть, это, конечно, понятно не её задача, но тем не менее... А так, вообще, для воздуходу очень много можно интересных функций дополнительных придумать. Вот, когда он есть, гораздо легче жить становится. И пыль, и пыль, и снег, и листья, естественно, и мангачик можно, ну, только осторожно, да, потому что там уже и снов, и снов. Ну, я знаю, я тоже делаю. Потом плюс, например, весной, вот, если у вас там ленточный фундамент, да, например, сырость какая-то скопилась, ну, какая-то влага, да, включили её там на 10-20 минут, и, соответственно, у вас всё там продулось как-то. Кстати, в турбо-режиме на 20 минут, получается, хватает 2-4 ампера? Ну, на 20 нет, на 10 минут хватает, на 12-5 ампера. Ну, вот это здесь вот. 20 минут работы, я серьёзно говорю, хватает, потому что непрерывно и невозможно убить постоянно, а довольно-таки даётся правду реальность хорошую. То есть, ну, попробуйте. Не, а в максимальном, вот, в максимальном, типа, ну, который стандартно вы нажали, включили и бросили, она дуть будет, да, ну, считайте, полчаса, от получаса до 83-х минут, то есть, фактически, это уже полтора часа, если минимальных оборотов. Какие максимальные и минимальные, вы можете потестировать, я сейчас просто аккумуляторы снял, подзарядить, а в перерыве, пожалуйста, можете попробовать. Соответственно, тоже очень полезная, такая удобная в хозяйстве штука. И газонокосилка. Газонокосилка, соответственно, тоже аккумуляторная, два аккумулятора применяется, ширина деки 40 сантиметров, корпус весь пластиковый, травосборничек комбинированный, то есть, он компактно может храниться, вы сложили рукоятки, сверху накрыли дровосборником, оно места лишнего у вас не занимает. Значит, соответственно, семь позиций по высоте деки, ну, и вот это вот, значит, управление осуществляется на рукоятке, здесь четыре варианта нахождения самих кнопок, да, то есть, и вот здесь вот можно нажимать, и вот здесь вот можно нажимать, и, в принципе, одной рукой можно управлять. Ну, вот это для, как бы, активации, да, кнопку вы прижали, и потом, соответственно, нажимаете на кнопочку и работаете для безопасности. Так же там есть ключи, соответственно, тоже для безопасности, который деактивируется и без ключа она работать не будет. По площади кошения у многих очень факторов, опять же, зависит, да, впечатляет трава какой высоты, ну, где-то в среднем, вот совсем плотная такая, весенняя трава, влажная, тяжелая, у меня получалось где-то полторы сотки, скажем, молоко, ну, типа два аккумулятора четырех амперных. Если трава такая, которая там в середине лета и тепло, и жарко, вы подкашиваете, ну, там, можно и до пяти, до шести суток, в принципе, сказать. Вот, ну, а так, в общем-то, легко складывать рукоятки, очень удобные такие вот зажимы, эксцентриковые тоже применяются, легкая, комфортная, для любой женщины, там, подросшего ребенка вполне можно попросить, да, там, помочь родителю, так говорится, использовать. Естественно, всегда, она без привода, она не самоходная, но эта аккумуляторная машинка, да, есть, вот там, ведущих производителей, и было, ну, да, аккумуляторная техника с приводами, но, сами понимаете, да, емкость не бесконечная, и, соответственно, зачем нам ее расходят? Она и так, практически, практически, так что здесь никаких проблем, ее и перенести туда женщина сможет, она не очень тяжелая, то есть, комфортный абсолютно инструмент. Значит, также напоминаю, что гарантия стандартная на оборудование Интерскол два года, также она может быть расширена за счет платформы МСТ, если человек регистрирует свой инструмент в приложении до трех лет, а гарантия на аккумуляторы и зарядные устройства стандартно два года, она не расширяется, но, тем не менее, вот компания Интерскол предлагает достаточно хорошие гарантийные обязательства на батареи, потому что вот многие производители от полугода до года, как бы это вот у них считается стандартным таким. На самом деле, вот двухлетняя гарантия, это достаточно редко, что свои отменаторы вот таким образом поддерживают. А вот, ну, собственно, на этом такая первая часть моя закончилась. Если какие-то вопросы есть по вот... Если вы сходите по стоимости пылесоса, значит, P20 пылесос 1400 для электроники стоит 18450, это организованная выложечная цена, а 30400, не прилавная часть одинаковая, отличается только пока. То есть он стоит 19250 и...